70 километров от Москвы по Симферопольскому шоссе. Село Мелихово. На фоне деревенского пейзажа веранда с колоннами, стрельчатые арки, венецианские витражные окна, гребешок над кровлей. Прежде по краям лестницы еще и золоченые грифоны стояли, как будто не настоящий дом, а театральная декорация. Это усадьба Чехова. В этот странный дом в деревне писатель сбежал из Москвы в 1892 году. Неженатый молодой человек в возрасте 32 лет, модный литератор и драматур, практикующий врач. Променял квартиру в центре Москвы на сказочную избушку и огород. Зачем городской житель уехал в сельскую местность? И чем отличалась загородная жизнь 19 века от дачного отдыха в 21? Это программа усадьба 360. Меня зовут Николай Усков. Я приехал сюда, чтобы искать настоящие подлинные вещи, связанные с людьми, которые жили в Мелехово. Если такие вещи здесь есть, я их найду. В 19 веке для приклеивания марок существовал специальный прибор. Положить ее на конверт и валиком ее. Правда ли, что запахи сильно распространялись по дому и мучили хозяина? Проведем эксперимент. Я собираюсь вовлечь вас в хулиганство. Музейные помещения. Какой интерьер вдохновил Чехова на чайку? Как мало нужно для того, чтобы создать одну из самых исполняемых в мире пьес? Писатель должен жить не на Малой Дмитровке, а среди народа, говорил Чехов. Он хотел уединиться и много работать. В Москве это было невозможно. Суета и докучливые друзья не давали сосредоточиться. Мечту о собственном доме ему долго не удавалось реализовать. Просто потому, что не было денег. Но вдруг попалось объявление в газете. Продается имение. Дом о 8 комнатах. Цена 13 тысяч рублей. На такую сумму в то время можно было купить 150 лошадок, обычных рабочих. Но для сравнения, хорошие дома тогда стоили 50 тысяч и выше. Всего 13 тысяч заманчиво. Однако к дому прилагалось огромное приданное. Сады, огороды, пашни, коровник, конюшня. Чехов не предполагал так много заниматься хозяйством, но выбирать не приходилось. Денег-то не было. Даже те 13 тысяч на покупку усадьбы были взяты в кредит. Переехали сюда вчетвером. Сам писатель, его родители и младшая сестра Мария. Хозяином считался Антон Чехов. Его отец, Павел Егорович, купец, разорился несколько лет назад. Его называют Мельховский летописец. Благодаря его записям в дневниках нам теперь доподнена известна вся история усадьбы. И то, что имение Чехов купил быстро, практически не глядя, зимой. А когда снег сошел, обнажились голые пустыри. Вместо леса вылезли пни, скотина оказалась заморенной, дом старым и заполненным тараканами. Дом Чехов в письме к другу оценивал так. Недостаточно высок, недостаточно молод. Имеет снаружи весьма глупый и наивный вид. То есть вся эта театральная феерия фасада к Антону Павловичу Чехову, автору пьес театральных, не имела никакого отношения. Чистое совпадение. Дом строил театральный художник Николай Сарахтин в духе своих декораций. Поэтому и веранда дома напоминает театральную сцену, какой-нибудь Мавританский дворец или Сираль. А вот планировка анфиладная Антону Павловичу понравилась. В самой большой комнате устроили кабинет писателя. Затем шла гостиная. Из нее попадаем в комнату сестры Марии Павловны. Здесь она отдыхала и работала, вела бухгалтерию. Через стену от нее спальня Чехова. Рядом комната его отца, похожа на келью. Помещается только кровать, скрипка и коностас. Далее столовая, в которой сегодня собиралась регулярно. И в конце – покой матери. Сейчас здесь просто рабочий кабинет. Вдоль родительских спален – длинный коридор. Здесь изначально была кухня. А рядом – проходная комната, которая предназначалась для случайных гостей. Из-за того, что в ней висел портрет Пушкина, ее называли громко «Пушкинской». Вообще эту комнату называли по-разному. Иногда из-за витражных стекол – итальянской или венецианской. Здесь есть несколько выходов, поэтому Чехов так любил подшучивать над гостями. Он водил новичка по дому кругами и просился считать комнаты. Его подруга-писательница Щепкина-Куперник насчитала 18. А их тут всего 8. Самая маленькая комната в доме, как ни странно, – спальня главы семейства, отца Чехова. Павел Егорович – фигура колоритная. Бывший крепостной, затем купец. Он умел играть на скрипке. Говорят, что талантливые все Чеховы – в него. Старик все время сужил травы, из которых готовил настойки. И все же, почему самую большую комнату определили для кабинета Антона Павловича? Нескромно вроде. Зачем бы ему было столько пространства? Я бы тоже эту комнату выбрал в качестве кабинета. Она самая, наверное, большая в доме, просторная, светлая. Вообще в русских домах, в старых русских домах, из-за экономии тепла оконцы были всегда очень маленькими. Здесь они практически в пол. Чехов даже писал друзьям, что зимой с угробов зайцы прямо в дом заглядывают. А здесь подлинная лампа, которая висела в кабинете у писателя. Это работа Федора Шехтеля с модным архитектором эпохи модерна. Антон Павлович Чехов познакомил его брат Николай. Некоторые считают, что здесь изображены барышни-факелоносицы, которые поддерживают огонь в лампе. Мне же они напоминают, скорее, барабанщицы. Обои и мебель выдержаны в зеленых тонах. Чехов, как врач, знал о благотворном влиянии зеленого на нервную деятельность человека. А вот мебель кажется мне какой-то низкой, кургузой и узкой. Вообще, в XIX веке люди были значительно компактнее, чем мы с вами. Ели меньше мяса, кости были уже. Я помню, видел в Царском селе парадный китель императора Александра III. Он как раз правил Россию в то время, когда Чехов жил в Мелихово. Так вот, я едва ли бы поместился в этом кителе. Далее в программе «Усадьбы-360». Готовили еду для семьи Чеховых в отдельной постройке кухни. Сосчитаем, как долго накрывали на стол. Это сколько же надо было времени, чтобы... Новогодняя семейная забава – искать монету в пироге. Ее здесь нет. Нас обманули. Правда ли, что ловить рыбу хозяин мог прямо из окна своей спальни? Давайте проверим. Мне кажется, это очередная рыбацкая история. Чехов любил, когда к нему в кабинет заглядывали друзья. Они располагались на этом диване. Сам Антон Павлович, разумеется, сидел за своим письменным столом. Сегодня здесь множество небольших предметов. Например, пенсне – легендарное, по-видимому, пенсне Антона Павловича Чехова. Любопытно, это вещи настоящие? На этом столе практически все вещи мемориальные. Они принадлежали Антону Павловичу. Сеня Абрамовна – главный хранитель музея Мелехова. Расскажите вот об этих странных предметах. Это самые такие небольшие, вот они вот для письменного стола, почтовые весы. Ведь из этого дома шла корреспонденция в большом количестве, в том числе рукопись Антона Павловича. Ну и вот прежде чем послать работника Романа, Антон Павлович примерно прикидывал, сколько будет стоить какая-то рукопись. Получается, он был дарноскоренным человеком. Ну, я бы не сказала. А вот это что такое? А это вот такая ванночка, и в ней валёк. Здесь была водичка, и когда марку наклеивали на конверт, то её вот так вот не разглаживали руками, а вот этим валёчком прижимали к конверту. Вот есть старые марки. Вот это старые марки, её надо было здесь помочить. А, то есть вот так, да? Да. Потом положить, то есть приклеить, положить её на конверт, и валиком её прикатать. Но это непросто, конечно. А сколько всего писем из Мелехова было отправлено? Огромное количество. Я слышал, по-моему, несколько тысяч. Да, несколько тысяч. Но я не уверен. Очень много. То есть, конечно, можно было отравиться, если всё время облигнуть. И сюда шла большая корреспонденция. А расскажите про вот эту фотографию единственной женщины на столе. А это Лика Мизинова. Симпатичный, очень добрый человек. К ней очень хорошо относились родители Чехова. Ну и, конечно, что ж, как говорить, разумеется, роман был у Лики с Антоном Павловичем. Это комната сестры Чехова, Марии Павловны, оклеена розовыми девчачьими обоями. На самом деле, мы не знаем, как точно выглядели обои в Чеховском доме. По рассказам Марии Павловны, в кабинете были зелёные, в её комнате были розовые, но подлинных обоев не сохранилось. Правда, при реконструкции флигеля обнаружили кучу мусора, а в ней фрагменты, довольно хорошо сохранившиеся. Видим обои, которые имели отношение к Чеховскому дому конца 90-х годов. Цветы, лимоны. Позднее эти мотивы были использованы в современных обоях, которыми обклеены стены Мелеховской усадьбы. Как и в советские времена, обои наклеивали на газеты. Есть обрывок 1897 года. Он важен тем, что известно, что как раз именно в этом году Мария Павловна в очередной раз переклеивала обои в доме. Она вообще любила этим заниматься, но это не единственная её страсть. Мария Павловна была не только замечательной хозяйкой, но и талантливым художником. Вот портрет брата. Очень непривычный Антон Павлович, без пенсне и в профиль. Кстати, очень узкая кровать, такая подчеркнута девичья. Печь в комнате Марии Павловны отапливает гостиную и спальню Чехова. Для экономии на отоплении в доме использовался простой приём, когда печь монтируется в стене между двумя или даже тремя комнатами. Та же печь, что грела сестру, грела и брата. Ещё одна интересная деталь из их совместной жизни. В комнате Марии Павловны находился умывальник, которым пользовались все женщины в усадьбе. А в комнате Антона Павловича умывальный прибор, которым пользовались все мужчины. От Антона Павловича здесь, кажется, только подставка под зубные щётки и расчёска. Всё это выглядит достаточно архаично. Можно себе представить, как кто-то грел воду, приносил в комнату кувшин, помогал, соответственно, человеку умываться, потом уносил грязную воду. Неудивительно, что люди поднимались так рано, в 4-5 утра. Туалет был один и на улице, но вскоре хозяин организовал тёплый клозет в доме, а вот кухню напротив из дома убрал. Первоначально кухня находилась в коридоре, однако запахи распространялись по всему дому, и Чехов распорядился вынести её за пределы постройки. В письме Ликемезиновой он признавался. Отец накурил ладаном, я навонял скипидаром, из кухни идут ароматы, голова болит, уединения нет. Так ли было на самом деле? Или Чехов просто капризничал? Давайте проведём эксперимент. У меня с собой упаковка ладана, спички и подставка. Простите, а можно вас попросить о помощи? Да, что это у вас? Я собираюсь вовлечь вас в хулиганство в музейном помещении. Мне хочется поджечь здесь свечку ладана и проверить, правда ли запахи, которые шли из кухни, раздражали писателя Антона Павла Чехова, или это его творческие капризы. Давайте попробуем. Давайте попробуем. В вашем присутствии, давайте. Да, в вашем присутствии можно, конечно. Ждать результатов эксперимента мы будем в самой дальней комнате, в кабинете писателя. Скажите, а какова была система вентиляции в доме во времена Чехова? Ну, вот вы знаете, вот перед вами шахта вентиляционная своеобразная, поскольку камины и печи были такой естественной вентиляционной шахтой. Никакой специальной системы вентиляции не было в таком доме. Летом открывали форточки, двери, это была естественная циркуляция воздуха. Зимой, наоборот, все плотно закрывалось, вставлялись двойные рамы без всяких форточек, закрывались двери, устраивались сени, тамбуры, поэтому, конечно, тепло сохранилось, а вместе с ними запахи. Мне кажется, уже пахнет. Прошло просто меньше пяти минут точно. Да. Мы только вошли сюда, да? То есть, на самом деле, Чехов говорил правду, а вовсе не капризниче. Да, в этом доме, конечно, не место кухни. В общем, еду стали готовить в отдельной постройке и в дом носили через улицу. Зимой, естественно, тоже. И как далеко же от дома кухня? Ну, метров 15-20 точно. Это значит, что зимой, чтобы суп не остыл, нужно было таскать кастрюли почти бегом. Плюс все переменные блюд, фарфор, приборы, тарелки и так далее. Это сколько же надо было времени, чтобы... О, а мы сейчас посчитаем, сколько надо было времени. Лена, сотрудница музея, поможет нам замерить эту дистанцию. Лена, у меня будет к вам такая просьба. Не могли бы вы сервировать стол в барском доме, скажем, на пять персон, а я буду засекать время. Хорошо. Спасибо. Ну что, кушать подано? Стол накрыт. 17,5 минут. Как ваши ощущения? Тяжело? Тяжело, да. Да. Спасибо вам огромное за помощь. Очень было приятно с вами работать. Действительно, в 19 веке жить не торопились. Еду подавали раза три в день, плюс еще чай. То есть это, в принципе, целая история. Раз уж мы рядом с кухней, давайте туда зайдем. Кухня – это два срубовых домика, соединенных общими сенями. Правый дом, собственно, кухня, а налево – жилая комната. Здесь жили кухарки, а сам сруб полностью сохранился со времен Чеха. В кухне сейчас стоит настоящая русская печь, как в сказке. Мне часто пекли пироги с разнообразными начинками. Это пирог «Счастье» – фамильное блюдо в семье Чеховых под Новый год. Точнее, даже не блюдо, а развлечение. Его и сейчас подают туристам. Правда, готовят не в традиционной русской печи, а на современной кухне. Зато в каком-то хитрому рецепту любимой поварихи Чеховых – Марии Дармидонтовны. Таких имен сегодня уже нет, но зато пирог есть. Главное, в него клали гривеник, кому попадется тому и счастье. Мне уже сказали, в каком куске пирога гривеник. Поэтому для меня главное не сломать зуб. Сейчас я его попробую найти. Ну, гривеник пока не нашелся, но пирог очень вкусный. Не знаю. Может, его тут и нет. Может, все-таки это не рецепт Марии Дармидонтовны. Сейчас я вот этот кусочек. Как говорится, пилите, шуру пилите, они золотые. Ее здесь нет. Нас обманули. Ну, не страшно. Я, в принципе, могу работать со всем пирогом. Мне кажется, что он вполне достойен моего внимания, даже если я не найду этот гривеник. На чеховской кухне много предметов, достойных внимания. Старинная тара для горячительных напитков, например. Графины, штофы. Бутылка из-под вина Лиссабонская. Популярного среди небогатой части населения в России в 19 веке. Видимо, от него пошло выражение налиссабониться. Чехов в письме знакомому доктору пишет. Я вчера у вас на свадьбе изрядно налиссабонился. В книге Павла Игорча есть такая запись. В кухне открылась школа для прислуги учителя Маши и Антоши. Вырезали из газет буквы, складывали из них слова, читали книги. Тут и сейчас есть книги. Курсы систематического диктанта. Христофор Калуб. Одна из горничных плакала от капитанской дочки в три ручья. Ну что, пойдем отрабатывать пирог, так же, как и хозяева 120 лет назад. До переезда в Мелехово Чеховы на земле никогда особенно не трудились. Однако взялись, и все у них вроде стало получаться. Я тоже не особенно трудился, поэтому... Нет, друзья, это невозможно следовать. Можете же представить себе, какая жизнь кипит у меня в усадьбе, пишет Чехов своему другу Николаю Лейкину. И как часто приходится мне отпирать стол, чтобы доставать деньги для расплаты с косарями, девками. Строится новая кухня. Куры, утки, дворняжки, плотники, больные. Настоящий Вавилон. Работников было много, но и сами хозяева не были белоручками. Антон Павлович вставал в 4-5 утра, возился в посаду, принимал пациентов, иногда работал в кабинете. К 12, чтобы собрать всех домочадцев с огромных территорий усадьбы, Антон Павлович звонил в колокол. Во главе стола сидела мать. По правую руку отец, по левой Антон, затем его сестра и все остальные гости. Посуда на столе реальный сервис Чеховых на 48 персон. Фарфор. Вот эта белая чашка принадлежала Антону Павловичу Чехову. Чай подавали в самоваре. Сахар в фамильной сахарнице из Таганрога, как утверждает сестра Чехова Мария Павловна. Когда музей Мелехова открылся, собственно, эта сахарница сюда была передана семьей. Кофе подавали в доме Чехова в наимоднейшем. Агрегате конца 19 века. По принципу действия он напоминает современные гейзерные кофеварки. Спиртовка, вода, кофейный порошок. Не вызывая слуг, можно было налить себе чашку кофе и наслаждаться ею после обеда. Если с отдыхом у Чехова здесь не получилось, то со здоровым питанием все было в порядке. Даже напитки были свои. Отец писателя Павел Егорович готовил настойки на травах, на смородиновых листах, на березовых почках. Но однажды за столом приключилась история, которая напугала Чехова как врача. Из воспоминаний его брата Михаила. Благодаря усердию двух москвичей за столом не хватило водки. И не хватило именно отцу. Но отец не смутился. Он потребовал себе древесного спирта, на котором мать варила кофе. Налил свой графинчик с травами, разбавил водой и пил. Все обошлось благополучно. Неудивительно, что напитков не хватало. Гостей в доме Чеховых всегда было нереальное количество. Одной капусты солили сразу 60 ведер. Для кого думаете? Для гостей. Далее в программе «Усадьбы 360». Чем занималась творческая элита по вечерам за городом? Художник Левитан и репортер Гелировский действительно играли в это лото. Развлечения не всегда были невинными. Примерно в такой тележке Гелировский катал Чехова и его брата. Это примерно 160 килограммов. Какой интерьер вдохновил Чехова на чайку? Как мало нужно для того, чтобы создать одну из самых исполняемых в мире пьес. Сбежал Чехов от москвичей за 70 километров, так они сами к нему приехали. Идея избавиться от шумных столичных вечеринок провалилась с треском. Гостиная всегда была полна народу по вечерам. Пели романсы, читали книги, играли в лото. 76. У меня есть. Люба, скажите, здесь, наверное, бывало много известных людей. А кто конкретно играл в это лото? Художник Левитан и репортер Гелировский, и режиссер Владимир Владимирович Данченко. Вполне возможно, что многие из них действительно играли в это лото. Давайте еще попробуем. 18. Есть. Обвезет. Ну а кроме там известных людей, то есть, ну, каков был трафик? В одном из писем Антон Павлович как-то заметил. Гости, гости, гости. Моя садьба стоит как раз на Каширском тракте. И всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне и погреться. Было очень много покойниц его таланта, покойниц самого Чехова, которых позже в шутку стали называть антоновками. Был такой случай. Приезжала сюда дама, жила несколько недель, занимала отдельную комнату. Антон Павлович думал, что это подруга Марии Павловны, сестры. Мария Павловна думала, что это знакомый Антону Павловичу. Когда разобрались, оказалось, что эта дама просто приехала посмотреть, как живет известный писатель. Были такие гости. Такой прям проходной двор был. Когда гостей собиралось слишком много, Чехов сбегал во флигель. Флигель он строил для гостей и очень гордился результатом работы. Считал, постройка получилась симпатичной. Вложил 125 рублей, а выглядит на все 500. Это было своего рода убежище. Мы в Синях. Здесь Чехов принимал пациентов. Вот, называется, приехал человек на дачу жить-отдыхать. С утра работал в саду, потом лечил полокруги. А это 25 деревень, 4 фабрики и один монастырь. На стене вы видите большую аптечку. Таких аптечек по дому много. Их еще иногда принимают заключницы. Но это именно аптечки, где больной настигал Чехова. Там он его и лечил. Сразу за сенями спальня, которую Чехов прозвал духовкой. Потому что, когда разогревалась печь, в комнате становилось нестерпимо жарко. Дальше кабинет. В этой комнате Чехов написал чайку. Как мало нужно для того, чтобы создать одну из самых исполняемых в мире пьес. Фотография Льва Толстого на столе, статуэтка Будды, какой-то нелепый тайский слоник. И все такое крошечное, маленькое. Часто людям великим вообще выпадает очень скромная жизнь. В общем, отдых в этой загородной усадьбе кажется весьма сомнительным. Домовладелец занимался огромным хозяйством, лечил людей, писал рассказы, строил школы. И тем не менее, он успевал валять дурака. Например, ловить рыбу и отпускать обратно в пруд. Чехов был заядлым рыбаком, поэтому вырвал пруд прямо под окнами дома. Чехов, описывая свое имение друзьям, говорил, что может добросить удочку, не выходя из дома. Давайте проверим. Мне кажется, это очередная рыбацкая история. Здесь окно его сестры Марии, здесь, собственно, окно его спальни. Мне придется немножко отойти, иначе я задену дом. Теоретически возможно, но не хватает явно пространства для размаха, если размахиваться, собственно, из-за окна, как писал Чехов в своем письме. Так что, скорее, это была шутка. Вообще, развлечения были не невинными, но всегда мальчишескими. Вот примерно в такой тележке Гелеровский катал Чехова и его брата. Это примерно 160 килограммов. Без настойки не обошлось. А запечатлелся и факт для истории друг Левитан. Иначе мы бы воспринимали владельца этой усадьбы исключительно как серьезного человека. Может быть, даже занудного. Усадебная жизнь 19 века значительно отличалась от современной дачной. Работы непочатый край, комфорта практически никакого. Но Чехов ни разу не пожалел о том, что переехал сюда, в Мелехово. Здесь он был счастлив. «Живешь, как в Австралии», – писал он в письме, – «где-то на краю света. Настроение покойное, созерцательное. Отсюда, издали, люди кажутся хорошими. И это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия». У Чехова не было иллюзий, связанных с жизнью в деревне. Все огромное хозяйство, что он взвалил на себя, тянул. Усадьба стала уютной и ухоженной, а через 7 лет, когда не стал отца Павла Егоровича, ее продали. Очевидно, что столько души было вложено Чеховыми в усадьбу, что стереть эту страницу истории уже невозможно. И сегодня, спустя 120 лет, куда ни посмотри, на все 360 градусов – чеховская атмосфера. Продолжение следует...